Работа со слоями. Часть 1. В этом уроке мы рассмотрим различные операции над слоями, изменив порядок их размещения, а также переместив объекты из одного слоя в другой. Одной из самых часто используемых задач при работе со слоями является их правильное и эффективное размещение на странице рисования. Для того, чтобы наглядно продемонстрировать процесс перемещения слоев, аналогично предыдущему уроку создадим два слоя и разместим на них различные фигуры. Для этого перейдем к окну настроек диспетчер объектов и создадим слой, кликнув по кнопке параметры диспетчера объектов, расположенной в верхнем правом углу окна настроек и выполнив команду создать слой. Для создания объектов воспользуемся инструментами эллипс и звезда, разместив выбранные объекты на разных слоях. Далее зальем объекты разными цветами, воспользовавшись инструментом однородная заливка. После чего разместим один объект над другим, чтобы показать перекрытие цветов. Итак, у нас имеются два объекта разного цвета и формы, расположенные на различных слоях. Если поменять слои местами, то объекты на странице также изменят взаимное расположение. Для того, чтобы изменить расположение слоев, перейдите на окно настроек диспетчера объектов и зажмите левую кнопку мыши на слоя 1. Перетащите его, разместив над слоем 2 и отпустите кнопку. Как вы можете заметить, поменялось не только расположение слоев в окне настроек диспетчера объектов, но и их расположение на странице рисования. Помимо изменения порядка слоев, вы можете перемещать объекты из одного слоя в другой. Для этого также зажмите левую кнопку мыши на объекте в группе слоя и перетащите его на другой слой в окне настроек. Как вы можете заметить, оба объекта теперь находятся на одном слое, и если вы, например, сделаете слой невидимым, то оба этих объекта станут недоступными. Аналогичным образом перетащите объект в первоначальный слой. Таким образом, вы можете менять порядок размещения как самих слоев, так и объектов, расположенных на них, создавая тем самым необходимые композиции. Дополнительные операции, применяемые при работе со слоями, мы рассмотрим в следующем уроке.